Приветствую вас, дорогие мои, вновь на моем канале. Как всегда, с вами я, ваша Марина, и мой канал Акриловая Заливка. Спасибо всем, кто подписался, пополнил ряды нашей большой, дружной, творческой команды. Я благодарю вас за ваши теплые комментарии, за вопросы, которые вы мне задаете. И понимаю, что я еще раз должна проговорить, еще раз показать вам, как я делаю замес краски на лаке строительном и на клей ПВА. Краски сегодня я буду использовать акриловые. Ранее, в предыдущем видео, как получить цвет, которого нет под рукой, я вам показала эти краски, рассказала о их консистенции и плотности. И сегодня я хочу показать их в работе. Какая получится моя картина, вы увидите немного позже. Если вы знаете, как делать замес, пролистайте немного. Дальше будет акриловая заливка. Для тех, кто только начинает, только приступает к технике акрилик-флюид-поринг, я показываю, что лак вы должны использовать вот только такой. Без разницы, какое будет название у этого лака, кто будет его производителем, но лак должен выглядеть именно так. Это не должен быть лак для мебели, тот, который продается в стеклянных бутылках. Такой лак я не использую. Этот лак тонированный с антисептическими свойствами, предназначен для внутренних и наружных работ, глянцевый. Его я замешиваю вместе с клеем ПВА. Замес получается очень мягкий. Мы добавляем туда еще немного воды. Клей ПВА я использую той же фирмы, как и лак. И обратите внимание, он выглядит как обычный школьный канцелярский клей. Хочу обратить ваше внимание на то, что клей легко стекает с палочки, хотя немного воды я все равно добавлю. Сам лак делает в замесе его еще более жидким. И клей не отходит от стенок. Он не выглядит как столярный, как кисель, который расслаивается. Лак должен быть одной консистенции. Использовать для своего замеса я буду 6 ложек клея ПВА и 3 ложки лака. К этой вашей субстанции я буду добавлять 3 чайные ложки воды. Как я это делаю, я вот прям подробно вам показываю, замес всей краски, которая только будет сегодня на моем холсте. Смотрите внимательно. Я буду рядом. Я обязательно прокомментирую все свои действия далее. Ну а сейчас вы можете понаблюдать, как я это делаю. Я в стакан добавляю 3 ложки столовой лака тонированного. И сейчас добавлю в этот же стакан 6 столовых ложек клея ПВА. Так я буду готовить каждый стакан. И затем буду добавлять краску. Ну что ж, я даю вам возможность спокойно пронаблюдать, как я это делаю. И далее я к вам подключусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, я закончила наполнять свои стаканы клеем и лаком. Закрываю все свои баночки, отставляю их в сторону. И сейчас приступлю к созданию той консистенции, которая мне нужна будет для моих картин, для техники жидкого акрила, чтобы моя краска хорошо разливалась по холсту, создавая картину. Но при всем при этом, чтобы она не была жидкой и краски не сливались в одну лужу, мне нужно добавить определенное количество воды. Воду я беру с под крана обычную. Я ее отстаиваю и после этого использую для создания своих красок. В данный момент я в каждый стакан наливаю 3 чайные ложки отстойной воды. Этого достаточно. Если мы наливаем воды больше и наша консистенция получается более жидкая, то при создании картины у нас все краски перемешиваются как бы между собой, образуя грязь. Поэтому здесь нужно четко понимать, какую консистенцию вы создаете, какая вам нужна. Вы видели, какая у меня получилась краска. Она идеальна. Это краска, которая не перемешивается между собой. И использовать я ее буду именно такую. То есть я остаюсь на пропорциях клей 6 ложек, лак 3 и вода 3 чайные ложки. Вот. Ну, смотрите, что я буду делать дальше. А дальше я буду заниматься замесом краски. Начну я с черного цвета. И как я буду делать замес, все вам покажу. Когда мы вносим пигмент в тот состав, который сейчас находится на стакане, пигмент краски, мы должны четко понимать, какое количество мы должны краски положить на стакан. Вы видите, сейчас я положила немного на кончике палочки и размешиваю данную краску. Это черный цвет. Черный цвет должен быть насыщенным. Вот вы видите, что он сейчас серого оттенка. И он, видно, он такой белесый. Как будто пробивается клей. Вот отдельная фотография специально сделала, чтобы вам показать. Понятно, что нам недостаточно той краски, которую мы вложили в состав клея ПВА и лака. Поэтому я ее добавляю. Краска вымешивается очень долго. Почему? Потому что она остается на стенках стакана. Обратите внимание, сейчас я показываю. Видите, такие белые разводы. Белые разводы говорят о том, что клей, лак и краска недостаточно замешаны между собой. И нам необходимо еще потрудиться и повзбивать все, что у нас есть в стакане. Также необходимо обращать внимание на дно стакана. Порой либо краска остается на дне, которая не размешана. Либо, вот как в данной ситуации, клей ПВА с лаком остались и палочкой я не зацепила и до конца не произвела замес. Поэтому обращайте внимание обязательно на то, как вы вымешиваете краску. Не остается ли у вас где-то не размешано. Если останется клей ПВА, допустим, и вы будете делать свою картину через технику грязный стакан, то, перевернув, этот клей стечет. И он останется на холсте потом как одно белое пятно. То есть это будет как брак в картине. Краска требует замеса не менее 15 минут. Я ее не просто палочкой размешиваю, а я ее как будто бы взбиваю. Сейчас я показываю вам, как хорошо герметично была упакована краска. Сначала она была закрыта фольгой, потом крышкой. Для тех, кто покупает и перевозит, допустим, куда-то далеко в багаж дают краску, то вот эта краска очень хорошо все переезды переживает. Не разольется уже точно. Ну что ж, я приступаю к сложному цвету. Я себе в голове придумала определенный оттенок определенного цвета, который, я считаю, будет хорошо сочетаться с моим черным. И сейчас путем смешивания нескольких цветов я буду добиваться именно того оттенка, который я сама себе придумала. Если вы смотрели мое предыдущее видео, как получить тот цвет, которого нет у вас под рукой, я рассказывала там о сочетаниях, о цветовых палитрах, оставила вам в том видео шпаргалки по замесу краски, и как получить какой-то определенный цвет, то вы понимаете, что я буду делать в этом стакане, применяя синюю и фиолетовую краску. Я туда буду добавлять еще третий цвет, это будет черный. И буду искать тот оттенок, который мне будет нужен. Сейчас я в каждый стакан добавляю понемногу краски и начинаю процесс замешивания. Как я буду делать, смотрите. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Оттенок краски мы получаем за счет того, сколько какой краски мы вкладываем в данный стакан. Меня он пока устраивает. Посмотрим, постоит, что с ним будет дальше. А я продолжаю замес следующих своих красок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как я делаю замес? Я тестирую на своей собственной руке. Вот то количество краски, которое я добавила, я хорошо замешала эту краску в своем составе клея ПВА и лака и сейчас добавила, ну, мазанула руку. Значит, что я наблюдаю в данный момент? Я наблюдаю ее на прозрачность. А она прозрачна, значит, здесь мало пигмента. Я размазываю пальцем на своей руке и смотрю, насколько яркий пигмент. Он у нас не имеет той яркости, которая нам нужна, поэтому я добавляю еще краски. Понемногу. Большое количество белил в составе клея ПВА и лака приведет к отрицательным результатам. Краска забелит другие цвета, сделает тускней картину, и, как правило, она становится тяжелой и опускается в самый низ всех красок, и нам приходится ее добывать, используя для этого газовую горелку, фен, любые средства, которыми мы можем прогреть наш холст, наш поверхность нашей краски. Вот. Ну, это, по сути, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Я надеюсь, что сегодняшний мой урок был для вас полезен, особенно тем, кто только приступает к технике акриловая заливка. Я желаю вам творческих успехов и перехожу сейчас, в данный момент, к созданию своей картины, где я буду использовать все эти краски. Картина у меня сегодня будет необычная, потому что я не буду использовать всю эту краску в технике грязный стакан, хотя буду сливать в два стакана слоями эту краску. Я буду просто лить ее на холст. Не зря наша техника называется техника жидкого акрила. Лить на холст, размещать краску по холсту, сливать ее с холста. Ну, у нас разные есть выражения у тех, кто занимается техникой акрилик флюид поулинг. Я желаю вам приятного просмотра. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, если вы еще не подписались. У нас впереди очень много интересного. Я всегда готова ответить на ваши комментарии, когда у меня есть время. Иногда я бываю, конечно же, загружена, но хоть поздно, но все равно возвращаюсь к вашим вопросам и даю ответы. Творческих успехов, хорошего вам настроения. Как всегда, с вами была ваша Марина. Оценивайте мою работу, пишите. Я всегда с вами. А теперь пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...